Именно в этой точке центрального пляжа обычно фиксируют самые массовые выбросы комки, на уборку которой коммунальные службы города бросают все силы. Работы ведутся практически круглосуточно, но преимущественно ночью, чтобы не мешать отдыху курортников. Пока особых неудобств отдыхающим водоросли не доставляет. Елена с сыном приехала из Москвы на пару недель. Пять с плюсом. Чисто. Здесь огромное количество, может быть, здесь вот несколько сотен вот таких вот нитей вот в этом пучке находятся. Для эколога Станислава Ермолаева комка – это кладофора бродячая. Ее появление возле берега зависит от многих факторов. В жару водорослей просто много, поэтому выше вероятность выброса. В июне было прохладно, но ветра и течения оказались попутными, поэтому комка оказалась на пляжах. Поля водорослей и сейчас дрейфуют вдоль побережья. Можно сказать, это ничто по сравнению с тем, что в это время может быть. Конечно, надо готовиться. В любой момент, вот сегодня вот мы с вами видим эту картину, придем мы сюда через 2-3 дня, и мы можем видеть совершенно другое. Несмотря на сильное волнение, вода в районе Джамите достаточно чистая. Наталья Синюшкина из Ярославской области. Ее семья проводит в Анапе полный отпуск. Чисто. Вчера, позавчера мы были, вообще чистейшая вода была. Сейчас то, что море может пробивает. На 150 метров пляжной полосы у арендаторов около 10 человек собственного персонала. При необходимости они готовы нанять еще столько же и технику. В этом году в авральном режиме работали дважды, когда выбросила комку, а за ней почти следом значительный объем штормового мусора. Сейчас все стабилизировалось, как видите. Ситуация пока под контролем, но, соответственно, ждем и готовы к следующим. Наталья Серова занимается этим пляжем уже 9 лет, но точных прогнозов делать не берется. Самая надежная страховка – телефоны временного персонала под рукой и их предварительное согласие выйти на работу, если возникнет такая необходимость. А то, что она возникнет на побережье, мало кто сомневается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!